как сажать колновидные деревья сейчас ради одной фразы я бы мог сюда не лезть у меня брат присылает эти самые подборку туда заходишь а тут получается участников без малого миллион видите скоро будет миллион мне 11000 чувствуете разницу кто кто людей учат теперь значит чеку надо взять и сейчас сходу догадываюсь что этот человек такой же садовод как я уже как я китайский императору серьезно выбираем все нормально прогреваемый солнцем участок все нормально сервисами защита мудро-мудро потом это проза все испортит расстояние имеет трех лет еще за колонны которые не кого-то может спорила деревьев может быть карликова не менее трех метров на колонны то иметь и высадить вот так вот чтобы площадь экономит чтобы отдача была от каждого квадратного сантиметра три метра вот первая невязка но это и ладно пусть будет полтора на три ладно готовим посадочное место перекапываем на полностью клопаты ну тут я уже не согласен ну допустим вы хотите метр на полтора три на полтора а и допустим чтобы вы кормили вас прокормили только 20 штук над представляете полсутки надо перекопать руками это черт делать нечего больше посадочное место перекапываем полностью клопаты тут горбатом встанешь выравниваем нога убираем все сорняки посадочную яму ладно вот я считаю посадочная яма не нужна только под корни ну тут можно так же и понять свободно помещаясь в корне может быть даже он имел ввиду небольшую ладно лишний раз не придай высаживаем саживаться начинается началось битый кипит или терабрин тебе ты хоть бесил зачем-то битый кирпич вот зачем битый кирпич мне еще ни один человек из этих специалистов не ответил ни один зачем битый кирпич вот там будет у нас ну допустим я там тупой или недалекий пожалуйста там ребята в конце самого где будет переписка кто-то из вас ну уже грамоте многие меня я это не скрываю есть более умные есть более грабута есть более начитанная вот более умные более грамотные более начитанная вот три категории если такие есть лучше меня и такие такие пожалуйста напишите может нет эти опыта для чего биты кирпич вот я беру кирпичность у меня битого нету лишь просто кирпич там лежит целая это что да я Разбил, бил, 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 бил. А потом насыпал в яму. Объясните, зачем? Идём дальше. Питательная почва. Торф, перегной, песок. Я про это вот соотношение уже не раз говорил. Это гнойник называется. Гнойник. А корни изувечены. Ну, повторяться не буду. Жуть и нагонять не буду. Проливаем землю, помещаем саженец. Я подскажу главному, расправляя корни. Устанавливаем опорный колышек. Подвязываем. Тут прикалываем, наверное, прикапываем. Видимо, это ошибка. Хорошо уплотняем. Корневая шейка должна находиться на уровне земли. Здрасте. Вы где видели корневую шейку у колновидных яблок? Если возьмёте стандартную. Миллион колновидных яблок. У всего миллиона нет корневой шейки и быть не может. И вот эта вот корневая шейка говорит о том, что вы где-то, я вам потом покажу, как это делается. Что вы плагиатор. Понадёргали? А для чего вам нужно почти миллион? Да я отзависи сейчас сдохну. Вот просто возьму и сдохну. Почти миллион. Любой из этих миллионов. А смотрите, гости группы не могут оставлять комментарии. Это вы написали. Что бы я написал? Эй, там. Наверху. Если у них нет корневой шейки, вы откуда это взяли? Где вы скажите корневая шейка? Потому что она действительно корневая шейка на уровне земли. Но это природная корневая шейка. А у колновидных яблок таких нет и быть не может. Понимаете? И вот когда вот этот саженец выращен по принципу, я за свой базар отвечаю. Если вот это вот, это была палка. Она была вот тут в землю. Она обросла корнями искусственными. Так? Это было просто фрагмент. Кстати, заодно скажу. Недичка. Вот. Неизвестно кого, точнее. К нему потом была вживлена ветка культурная. Это неизвестно какая. Так. Но так как есть под землей, то сами понимаете, не имеет значения даже и морозостойкость. Все равно сгниет, сдохнет. Потому что тот, кто это делал, он не рассчитывал, что вы будете благодарить его. Внимательно смотрим. Итак. Искусственное. Вживили. Где? В каком бреду? Вот этой палки вдруг мог оказаться шейка. Шейка – это так же, как я говорил про эти, про святые вещи. Помните? Это тоже святое. Корневая шейка – это корневая шейка. Ее здесь нет и быть не может. Результат. Этот саженец, который был получен, так, который пришел по почте, он уже был гнилой. Почему? Именно потому, что у него нет и не может быть корневой шейки. Вот эта подлость несусветная. Что вот эти корни образовались, ягод в ширости. Потом, когда его привили, его поместили в землю, не то, что если подразумевалось бы, корневой шейки, но хотя бы тут. Это просто палка. Какая, к черту? Это только, еще раз, постулат, это какой постулат, любой дурак должен знать. То есть, никакое, в данном случае, ни открытия не делали. Я не делал открытия, я просто говорю, корневая шейка есть только у сельцевых культур. Сельцевая косточка посадили, если оно лежало там, где ему положено лежать, на поверхности, вверх пошел росток, к земле воткнулся корешок, и вот эта граница есть корневая шейка, и она никогда не к нее. И дерево достигает 20, 30, 50, 80 лет. Есть деревья, которые в возрасте измеряются сотнями лет, сотнями. Вот они имеют корневой шейку. А это не успели продать, гноили, гноили, уже когда, вот эта самая подлость невероятная, подлость невероятная, уже когда она была привита. Так? Видите? Ее взяли, изгноили вместе с прививкой, то есть закопали вот так вот. И вот я смотрю, 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 и думаю, господи, боже мой. Вот. А я комментарий не имею права давать. А помнишь, как это самое, Твери Владимир Железов, как ты дал комментарий? Сколько выглядели на тебя сказать чего неудобно? И даже если бы я зашел туда, допустим, я не гость, вот, зарегистрировал все, и написал бы, а здесь, это, самые главные, из миллиона, и где-то, конечно, что-то выдумываешь, это значит, все это сказки перед ранее где-то. Получил бы, знаете как. Вот так существует две параллельные. Вот я еще фотографию здесь, знаете, когда я делал? Вот, вчера. Я ходил, 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 нашел. Видите? Вот, еще раз, есть, существует коррозия металла, а коррозия металла, это разрушение металла металла на границе сред. Поняли, да? Граница сред. То здесь, тоже граница сред. Постояла палка, и упала, сгнила. Где у него корневая шейка? Я уже издеваюсь над этим автором. А? Я тогда придумал, коррозия дерев. Или вы делаете так, как мы выше проходили. Помните? Женщина написала, семидория над землей. плана одна из миллионов, основной миллион, слов за такого, не знаю, еще на доле. Очень страшно. Ну, и, когда получилось так, мне надо было найти подходящую фотографию. Я взял свою. Это моя фотография. Так. И это моя фотография. Но, когда я все-таки набрал колодные яблони, кстати, сейчас покажу, что я не обманщик. Колодные яблони, Видите? Почему? Сейчас объясню. До начала вы убедились, да? Знаете, чем первые 20-30? Они на тысячах сайтов. Они те же. Каждая вот это. Вот это. Даже вот такие жалкие. Я считаю, это жалкие. Вот это. Вот это. Еще. Вот это. Вот. Еще, 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 еще. А, вот это особенно. Они на сотнях сайтов. Одна и так. И никто не задается вопросом, что надо брать вот так вот, смотрите. Сейчас, какую, например. Вот. Надо взять. Видите, тут листья практически нет. Вот. Найти Яндексе. Посмотрите, сколько мошенников. Видели? А почему? Потому что никогда все они, вместе взяты, вот Урал, вот. Везде разы называют, вот она малюха, вот она президент. Просто, просто. Видели? Вот это страшная вещь. А вот такие, вот те, где 900 тысяч подписчиков у него, да? Это она же, она же. Вот. Ну, сколько? Сотня есть. Это я выбрал не самую плодовитую. Вот. Теперь, смотрим дальше. Вот сюда идем. Сейчас я объясню, для чего это. Итак, сегодня самое, ну, получилось так, что я не смог закруглиться вот этим. Выслял вот этого, вот эту подлость, которую прислали Сергею, вот это вот, да? Корневая шейка должна находиться. Не знаю, что я просто не существует у Кати, у колонн. Как можно находиться на Рудзели, где она в природе не существует? И тогда я, когда набрал колонны яблони, тогда я наткнулся вот на это вот. Сегодня самые большие надежды наших садоводов на новое, уральское и сибирское садо колновидах яблони. Пока ни один не зарегистрируют. Но селекционеры из Екатеринбурга, Омска, Барнаула утверждают, что значительно продвинулись в этом направлении. Они уверены, что уже через 10-15 лет наши сады будут не узнать. 10-15 лет прошло, кстати. По выраженности, простоте ухода, скороплодности, вкусу, колонны значительно превосходят обычные сорта. За что должны полюбить многие садоводы. Я пишу. Прошли? Барнауны, да? Про что 10-15 лет? Сказка не станет былью, просто у нас железо. Суммарный урожай деревьев зависит от площади листьев за эти же годы. Площадь листьев это и есть урожайность. Я тогда выбрал вот эту. Одна из них. Листьев намного меньше, чем яблок. И может быть, она настоящая. Может быть. Мы не знаем, что тут рядом. Кто-то шумудрялся, штамба нет. Может, это одна из веток удачно расположена. Я такие, знаете, как это самое. Вам показывал прикал, все помните. Вот, раз, боковая ветка. Захотел я, выпрямил. В данном случае я придираться не буду к этому. Я думал. Итак, площадь листьев не соответствует урожаю. Ну, тогда давайте пошли дальше. Опа, сейчас, секундочку. пойдем дальше. Вот это вот вы найдете, я видел, примерно на 10 сайтах. Наверное, может быть, уже на соте. Ну, так захотят вам продать за это, 4 сайта за 2 тысячи рублей, да? Вот. Они все нарисованы. Еще раз, у нас люди прекрасные, летчики, самолетчики, механики, слесари, техники, сантехники, вот, аптекари, пекари, но не понимают, он будет смотреть, говорить, хочу такую. Помните, вот этот персик, было написано, абрикос, в разыке минусоруя, вот это персики. Это та самая подлещая организация под названием Бекер или Абекер. Помните, вот ее же использовали. Много я прикалывался на них. Смотрим дальше, железу. Постулат номер 62. У меня есть книга постулат, она никогда не будет издана, и никто никогда этого не узнает. Почему не будет издана, вы же сами догадываетесь. Мани-мани. О, Мани-мани-мах, О, Мани-мани. Выдающийся, но редкий урожай колдовидных яблок, не сигнал нормального развития деревьев, а сигнал тревоги. Впереди короткая жизнь или смерть. Буквы-то и не хватает. Или смерть. На всей территории страны за каждой эффектной фотографией остаются в тени тысячи и более мертвых деревьев. Мертвых даже. Даже не то, что там жиденьких, а мертвых. А тут, ну, это, вот эта браурная в Сибири, а сейчас. Вот. Никогда этого не будет. Вот. Я уже говорил, моростойкости нет, корней нет. Значит, плодушки одни и те же. Одни и те же плодушки. Еще год-два, истощение полное, а колонны должны давать нам по ведру, по полторам в течение 15 лет. Ладно, сказал я себе, вот это моя колонна. Я не болту. Вот. Мои колонны в Сибири самые удачные, это мировой рекорд. Это одно дерево. Я не стал отрезать боковые ветки. Ну, назовите псевдоколонны. Но от этого она хуже не стала. Видели. Но это дало мне право говорить, ребята, каждая ветка, вот еще одна моя фотография, каждая ветка фактически есть колонна. То есть, ее бы выпрямить, и больше на колонне никогда не вырастет. В Сибири вообще, дай бог, три яблочка. Вот. То есть, если бы даже колонны плодносили, вот это одно дерево заменило бы их штук 40 или 60. Тогда вопрос, а надо ли возиться, когда одно дерево это все заменяет. И вранье, что-то они в колонны вкуснее. Тоже вранье. По вкусу они уступают моим лучшим сортам. Мне несколько сантов колонны все равно уступают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok